А нет, камера, 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 фокус, фокус, лови фокус. Так, пошла, вот. Нормально же, да? Так, пока пересчитываю картишки, немножко поясню ситуацию. Так, поясняю ситуацию. В ближайшие три месяца у нас будет или прекращение огня, или эскалация конфликта. В итоге, что сейчас делаем? Бросаем карты, кидаем карты на ситуацию. Первое, что я хочу спросить у карт, это как вообще с миром, не перемирием, а миром. Мы идем от низшей точки к самой высшей точке. То есть, берем мир, то, что говорит за мир. Ну, СВО, там вот эта вот, вся вот эта вот, вся вот эта вот ситуация. СВО, мир, потом будем перемирие гадать, а потом эскалация. Потому что застоя не должно быть, застоя, скорее всего, не будет, что-то новое будет. Смотрим, мир. Ситуация за мир, не перемирие, а за мир. Так, давайте добавим карту, потому что здесь у нас карта выпадает какого-то дома, государства, страны, вот что-то в этом духе. Промочим горло и... Что у нас говорит здесь? У нас здесь есть истощение. За мир, говорит истощение. Истощение сторон. Так, это первое. Это в основе, это не событие, это в основе. Истощение есть. Неожиданные события, либо предложения будут. Неожиданность какая-то будет, вот она. Это играет за мир. А сейчас по факту посмотрим, чего у нас. Снизу идет то, что у нас подноготное. Это то, из чего прорастает. То есть у нас неожиданные события и истощение. Они играют за мир. Первое. У нас покровитель есть. У нас какой-то покровитель есть. Покровитель идет с предательством, либо обманом ближнего. Вот какой-то человек, может быть их два. Покровитель есть, довольно сильный человек. Может это система такая. То есть я ничего здесь не могу уже исключать. Тут какая-то система, она связана со злом. Карта зла, карта обмана. Системе доверять нельзя ни в коем случае. Какая-то система играет на предательство. То, что будет подписано, оно не имеет никакой силы. Ни юридической, ни фактической. Это уже одно обстоятельство, которое сразу выпадает. Оно выбивает вообще всю колею, которая будет дальше. И то, что снизу, и то, что сверху. Истощение, фигня полнейшая. Если истощение, если воды не осталось в тряпке, мы ее будем выжимать по полной программе. Понимаете, да? Тряпочка, вот когда мы что-нибудь стираем, да, она грязная уже. Вы ее выжимаете. Мы будем выжимать по полной программе. Вот так. Тряпочка, пропитанная слезами и кровью. И потом. Какой-то есть человек, ему доверять нельзя. Это с предательством идет сразу. Обман предательством кладется. То, что будет дальше, у нас уже практически никакого значения не имеет. Потому что мира быть не может на корню. Это вот здесь, в самом начале выпало. Истощение есть. Предложение неожиданности есть. Но, вот тут что-то, вот какая-то вот... Краеугольный камень, он не хочет... Не хочет он в стенку вставать мира нашего дома. Понимаете? Его туда не затолкать. Он не из той когорты камней, которая будет там лежать. Он обязательно оттуда выйдет и дом опять разрушится. И все придет на круги своя, либо еще худшие круги. Вот у меня тут человек с предательством выходит. Чего еще дальше у нас есть? А, дурное минует, обойдет. Вот, пока что карты так говорят. Малые деньги, трудитесь усердно. Здесь я бы вообще ничего не исключал, потому что карты говорят одно. Но вот у меня вот человек, либо что-то какая-то система напрягает. Тут предательство будет. Я бы здесь не доверял особо. Здесь хоть карты говорят, что якобы все дурное минует. Но я бы не доверял. Тут могут быть новости о том, что дурное минует после вот чего-то. Тут доверия никакого нет уже. Обман надежд идет. Вот здесь вот у нас дама с восьмерочкой. Ни к чему не ведущие беседы. Беседами вы это дело не поможете. Все бумаги, это туалетная бумага. Ребята, тут уже ничего вы не поделаете абсолютно. А теперь перемирие рассматриваем. Мира нет, мира не вижу. Совершенно не вижу. Если он даже и будет подписан, заверен 110 печатями и утвержден на 146%, он будет нарушен. Так или иначе он будет нарушен. Теперь перемирие смотрим. Так, еще разок. Перемирие смотрим. Давайте так. Перемирие. Так. Опять у нас тут. Так. Здесь идет финансовое укрепление. Перемирие связано с финансовыми укреплениями. Восстановлением финансов. Но, получается, это у нас плохая новость. Будет для кого-то. Для какого-то региона, либо для какой-то страны. Тут плохая новость для семьи. Но это какая-то страна. По сути, по факту перемирие несет вред. Какой-то. Какой-то из сторон. Финансовое укрепление. Это первое. Второе. Вред. Это вред. Сейчас поглядим на эскалацию. Чего там у нас эскалация. Здесь должны быть умиротворяющие карты. Сразу говорю. Мир должен быть умиротворенный. Умиротворения нет. Обман идет. Что еще есть? Изменения идут внутри коллектива какого-то. Меняться будет. Вот что-то будет меняться, либо дополняться. Здесь какие-то военные. С какой-то стороны будет дополняться контингент, я так понимаю. Для дальнейших действий. Тайная влюбленность. Здесь нетайная влюбленность выпадает. Здесь тайно будет пополняться контингент. Укрепление материальной части идет. Прямое укрепление материальной части. Физическое укрепление. Укрепление даже рубежей идет. Но. Сразу говорю. Тут какая-то из сторон. Внезапно. Скорее всего, если перемирие будет внезапно, что-то опять начнет. Внезапно. Встреча с женщиной. Мне пока еще-то ничего не говори. Девушка с обидой обиженная. Либо переговорщица. Какая-то переговорщица. Которая в будущем будет обижена. Мы подписывали с вами, возможно, что-то в этом духе. А что-то нарушение есть. Вот как-то так. Либо от этой девушки что-то не дождутся. Что-то в этом духе. Какая-то из сторон. Женщина. Женщина. Женщина, возможно, с операциями молодится какая-то. Женщина, возможно, она с Евросоюза. Больше я никаких женщин не знаю. Белая либо красится. Вот какая-то девушка. Женщина молодится. Она может и 40 лет, но выглядит может на 25-30. Молодится. Что-то она там не додаст. Что-то вот такое. Что-то там какие-то заверения будут. Но по сути все ее заявления это спички. Их поломать можно. И почему-то, не знаю, обида какая-то идет. Вот в разговоре с девушкой что-то какая-то обида. Так, что еще? Примирение. Вон, ну, тут примирение идет. Примирение либо смирение. Вот, примирение. Что еще? Знакомство с мужчиной. А мужчина какой-то вот здесь, да. Если перемирие будет, тут какая-то у нас эскалация идет. Сколько она будет длиться, я не знаю. Вот эскалация, период эскалации. Обида даже идет. Кто у нас там? Фондер Ляйнен там какая-то. Возможно, вот эта женщина. Какая-то женщина. Не знаю, женщина. Вот она что-то там общается, в переговорах участвует. Но закончит войну какой-то вот, ну, СВО. Какой-то вот мужик. Мужчина какой-то в переговорах будет участвовать. С одной из сторон. Я так подозреваю, что это с российской стороны. Да, поедет, возможно, тайно. Тайно поедет, да. Переговоры будут очень сложные. В несколько этапов. Мужчина какой-то поедет. Ну, вот это так вот перемирие у меня проигрывается. Но здесь все равно, здесь никуда не уйти. Там эскалация какая-то. Вот сейчас на эскалацию кидаем, кстати. Вот эскалация более вероятна, потому что я здесь пока ничего такого не вижу, чтобы был мир либо примирение. Примирение, да, они возможны. Но они краткосрочны. Краткосрочны. Потом идет усугубление ситуации. Обязательное усугубление ситуации. Я иного исхода не вижу. Это просто никак. Не проигрывается у меня никак иначе. Теперь мы просматриваем. Мир вообще не проигрывается, сразу говорю. Мир с мошенничеством проигрывается. Ну, там уже сами подставляете страну, сами подставляете лидера. Карты говорят человек, которому уже доверия нет. Вот так вот. Либо система какая-то, которой доверия нет. Да, доверия нет. Карта обмана. Семерочка. Так, теперь эскалация конфликта. Смотрим эскалацию конфликта. Без стран. Я не называю страны. Я просто говорю эскалация конфликта зоны СВО. Если будет какое-то продвижение, карту уже сами выдают. Продвижение какое-то, я скажу. Или эскалация с чем-то связанная. Эскалация что-то у нас как-то... Да. Эскалация у нас будет. Дама. Дама это у нас зло. Оно подключается, вот смотрите, в течение трех. Это, скорее всего, возможно, три месяца. Эскалация должна быть. Она обязана быть. Это по судьбе, это злой урок. Мы урок должны вынести все вместе. Что еще выпадает? Поездка за город. Будут, скорее всего, штурмы каких-то городов. За город это значит броски будут. Броски возможны в трех направлениях разных. Как броски кобры. Быстрые и стремительные. Не знаю, какой успех у них будет. Но броски будут быстрые. Активация идет в течение трех месяцев, скорее всего. Это у нас летний период. Ну, как я и гадал уже. Они должны быть. Это по судьбе. Еще раз говорю, это по судьбе. Там отыгрыш должен быть какой-то ситуации. Воровство, кража. Будьте мужественными. Здесь карты говорят о территории. Скорее всего, территория, либо административные центры. Идет, скорее всего, захват. Я не буду говорить с какой сторон. Захват, выдавливание. Выдавливание и захват. Вот что-то в этом духе. Вот карты так проигрывают. Дороги прям выпадают. Два ключевые направления. Одно, возможно, какое-то обманчивое будет. Три направления проигрывается. Ну, а тут две дороги идут. Также хочу заметить, тут у нас тузик выпадает. Туз вот здесь. А, все четыре туза вообще выпадают. Ну, значит, ключевое лето будет. Че еще можно сказать. Туз выпадает на середину. Мы ограничены информацией, поэтому информацию получаем с карты. То есть это, я не говорю, что это на сто процентов достоверная информация. Это просто гадание. Не надо мне там писать, что ты там такой-то, сякой-то. И будешь в аду гореть. Я ничего такого не делаю. Я, по крайней мере, никого не убиваю. Не убил. Так, далее смотрим. Друг семьи. Вор, воровство. Не берусь судить, чего это такое карты мне показывают. Какой-то друг, дружок семьи и воровство показывают. Так. Перепутал тузы. Болезнь. А, с тузом пик перепутал. Я так понимаю, он у нас тут рядом лежит. Возможно, я перепутал. Здесь у нас туз другой лежит. Ой, сейчас еще разок. Мотаем назад. Друг семьи. Бизнесмен. С одной из сторон будет усердная работа. Возможно, здесь карта не просто так лежит. Возможно, тут какой-то вор будет заменен. Или воровство на что-то будет заменено. Какая-то замена идет кого-то на кого-то. Вдруг семьи идет. На кого-то замена. Человек с какой-то жилкой. Возможно, продажника. Продажника, продавца, бизнесмен идет. Бизнесмен, либо директор. Вообще, вот так, по сути, это директор. Какого-то завода, предприятия. Какой-то линии, линии госвласти. Какой-то вот директор идет. Возможно, замена. Ну, я думаю, вы знаете, кто этот друг семьи. Так, что у нас еще выпадает? Новый знакомый. Болезнь близкого мужчины. Так, пока здесь я не берусь судить. Опять же. Дальше сейчас посмотрим. Сообщение от парня. От парня, от парней сообщение идет. Сплетни, плохие новости. Карты пока не показывают, что будет потом. Вот здесь они говорят назначение. Будет в ближайшее время друг какой-то семьи. А вот здесь два месяца я не вижу. Пока у нас пустота. Но я вам вот в корне сказал, чего да как. Какие-то три направления. Одно, я так понимаю, какое-то вот там. Либо оно остановлено будет. Какое-то направление куда-то продвижение остановлено. Не говорю стороны, ничего такого не сообщаю. А вот два другие. Там какие-то административные центры. Они почему-то как будто либо падут. Либо они какие-то, ну, захвачены будут. Да, административные центры. Лето надо определяться уже. Лето ключевое. Но два месяца я пока не знаю, что вот тут вот. Пока я не знаю. Карты не показывают. Это июль приблизительно и август. Они, хоть я и заранее сказал, что вот будет где-то обострение середины лета. Но карты здесь пока молчат. Поэтому стоит только предполагать. Тут плохо проигрывается. Болезнь ближнего. Также это возможно страдание близких людей. Мужчин. Мужского пола. Мужская энергия проигрывается. Вот так у меня заканчивается гадание. Спасибо, что смотрели. Гадание неутешительное. Лето, начало осени. Решающая стадия. Там определяться надо. Там определяться сторонам надо. Давайте тогда на счастье кинем карты. Ну, карты уже показывают. Нет. Десятка ударная. Десятка нет. Давайте вот так возьмем. И еще одну. Нет. Пять истощения выпадает. Коренное истощение. Истощение. Возможно, карты показывают одну из сторон. Возможно, обе стороны. Истощение. Если истощение будет одной из сторон, другая будет продавливать. И, естественно, никакого перемирия, ни мира не будет. Запомните это. Подключатся ли иные участники какие-то к конфликту? Косвенно, да. Напрямую, нет. Прямого вмешательства я не вижу. Ситуация будет усугубляться. С каждым месяцем она будет усугубляться. Иного исхода нет. Тут тактика неправильная. Тактика абсолютно неправильная на 90-99%. Тактика абсолютно неправильная. Выбрана. Всеми, всеми сторонами, всеми сторонами тактики неправильные выбраны. вот совершенно неправильные тактики украина украина попала в жернова тут я ничего не могу сказать люди страдают я ничего тут не могу сказать приграничной территории страдают жернова попали вот так и давайте посмотрим напоследок что у меня тут выпадает такое предложение будет делаться предложение есть о мире бумага есть бумагу предлагать будут в течение двух или трех месяцев даже третий месяц он последний почему-то не знаю такое себе вот ключевое я еще раз говорю это лето три месяца но может еще осень начала осень это ключевое ключевое тут не развязка будет а уже как-то вот все определиться кто куда зачем почему вот лето именно куда играть будут до конца обиды идут у кого-то у нас обида идет на друга на друга на друзей обида к обида идет зарплата гособеспечение довольства нету плохое довольство плохой подвоз боеприпасов что ограничение идет идут какие-то сами можете там страны подставлять я здесь просто без всяких не евросоюз не россию не называю не китай не украину просто здесь обида есть на как на какие-то страны запрет есть запрет есть четкий на использование я так понимаю каких-то средств это первое второе ограничение есть по финансам или финансовый голод материальное обеспечение кто будет говорить что достаточно всего подвозят ничего подобного еще раз говорю я умалчиваю здесь какая сторона умалчиваю но обеспечение очень маленькая прям вот но реально маленькая обида идет очень большая из-за финансирования скалация в течение трех месяцев арты проигрывают больше середину три месяца эскалация вот так у меня получается не надо воспринимать это прямо всерьез а то там не пишут там вот и такое-то такое-то все там ерунду несешь ребят просто не смотрите закрывайте глаза вы просто идите на другой канал вам там сообщат много всего хорошего и интересного про единорогов и инопланетян и рептилоидов кое возможно и существует но не в нашем мире не в нашей вселенной до свидания всем удачи и добра